Итак, продолжаем изучать правила IBJF в редакции 2021 года. Настало время поговорить о дисквалификациях, дабы не было мучительно больно за бесцельно профуканную оплату регистрационного взноса. И имейте в виду, что дисквалификация возможна как во время, так и до и после матча. К примеру, первый шанс на дисквал у вас может появиться еще на гичекинге, если ваша экипировка не соответствует требованиям. Если во время матча ги-спортсмена приходит в негодность и атлет не в состоянии поменять его на новое в период, назначенный рефери, вас тоже ожидает дисквалификация. Когда спортсмен умышленно покидает рабочую зону татами с целью избежать сабмишина, победа будет присуждена атакующими в связи с дисквалификацией защищающегося. При атаке болевым приемом спортсмен выполняет нелегальные действия или захват, после которого рефери должен был бы остановить матч и влепить пеналти, но не в этом случае. Посмотрим пример еще разок. При защите от амбара нижний использует нелегальный захват за штанины изнутри. В любом ином случае рефери бы просто отстановил схватку, снял нелегальный захват и возобновил матч, но только не на сабмишине. Здесь дисквалификация неизбежна. Не стоит пытаться умышленно инициировать дисквал своего оппонента и ставить его в нелегальные позиции. В этом случае дисквалификация ожидает инициатора. Следующий пункт обойдется без иллюстраций и речь в нем о том, что если рефери заметит отсутствие нижнего велья у спортсмена, то немедленно дисквалифицируют его без предложения надеть его прямо сейчас. Об этом подробно читайте в пункте правил 8.3.10 и... Носи трусы, носи, не ссы. Носи трусы, носи трусы, носи трусы, носи трусы, и на руках мене носи. Вернемся к актуальному. Наносить мази, кремы, гели, джемы, соусы, масла и прочие вещества на тело тоже категорически запрещено, даже если эти масла и кремы заряжены Касперовским на победу. Нанесение любых веществ, снижающих трение на открытые части тела, на любые части тела, или нанесение веществ, делающих экипировку скользкими для захвата, ведет к дисквалификации. Дисквал также ждет спортсмена, если он душит соперника непосредственно одной или двумя ладонями, как от Элла Дездемону, или если тот пытается оказывать давление на трахею открытой ладонью или пальцами. Если спортсмен блокирует поступление воздуха, закрывая руками нос или рот соперника, то первого также ожидает досрочное окончание матча по причине дисквалификации. Когда спортсмен защищается от сингл-лег тейкдауна, в то время как голова атакующего находится снаружи и намеренно впечатывает атакующего головой в пол, хватая его за пояс, рефери тоже по головке не погладит. Разумеется, строго запрещены всякого рода суплексы, вынуждающие соперника приземляться на голову или шею. Следующий раздел посвящен техническим действиям, запрещенных во всех поясных дивизионах ГИИ, которые неминуемо приведут к дисквалу. Таблицу, подробно описывающую запрещенные действия для каждого дивизиона, смотрите в рулбуке IBJF в пункте 6.2.2. Найти рулбук можно на официальном сайте IBJF. Шестнадцатый пункт таблицы. Heal Hook. Категорически запрещен в ГИИ. Номер семнадцать. Замки со скручиванием колена. Номер двадцать три. Тейкдаун ножницы. Номер девятнадцать. Поворот в сторону неатакуемой ноги при выполнении стрейтфуд лок. Однако, если противник сам инициирует этот разворот, спортсмену разрешено следовать за ним. Номер двадцать. Удержание за пальцы и скручивание стопы наружу, так называемый обратный той холд. Номер двадцать четыре. Выкручивание и сгибание пальцев противника назад. Но есть и отличительные моменты в правилах ноу-ги для коричневых и черных поясов в дивизионах АДАЛТ, активированные с начала 2021 года. Номер шестнадцать. Хилл хук. Разрешен. Номер семнадцать. Замки со скручиванием колена. Разрешены. Также, номер восемнадцать. Не риппинг. И номер девятнадцать. Поворот в сторону неатакуемой ноги при выполнении стрейтфуд лок. Здесь же и номер двадцать. Обратный той холд, то есть скручивание стопы наружу. Пожалуй, уже в следующем видео мы подробно поговорим о том, что же такое этот страшный не риппинг. И это действительно требует отдельного видео с примерами и акцентами на нововведение в данном разделе.